Новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. 15 миллионов за свет, которого не было. Факты мошенничества в сетях Дагестана выявила прокуратура. Опасное соседство с вышками сотовых компаний. Как это может сказаться на здоровье людей? Подробности через минуту. Попытка номер 5. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на долгожданный всеми бой с американцем Тони Фергюсоном. Выявлен факт хищения более 15 миллионов рублей в энергетической сфере Дагестана. Об этом сообщают в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Должностные лица Дагестанской энергосбытовой компании и Дагестанской сетевой компании, а также бывший оператор по обработке данных по физическому сектору действовали по отлаженной схеме. Вступив в сговор, они вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания приборов учета, составляли незаконные акты и скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке. Все это происходило в период с 2017 по 2018 годы. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В Дагестане растет число вышек сотовой связи. При этом зачастую строятся они рядом с жилыми домами. Многим не по душе такое соседство. Люди опасаются, что электромагнитное излучение может негативно сказаться на их здоровье. Так ли это выяснял наш корреспондент Патимат Ханапова. А кто услышит нас, чиновники или которые этот документ подписывают, не ставят такие вышки около жилых домов, потому что мы здесь живем. Нам некуда уезжать, это наши дома. На этом небольшом участке сотовых вышек целых 8. Некоторые буквально впритык к жилым объектам. Эта башня и вовсе расположена между двумя образовательными учреждениями. Слева школа, справа детский сад. Сегодня стоит вышка на территории школы, причем она находится между школой и детским садиком, который будет сдан буквально до конца декабря. Я считаю, что это недопустимо. Это просто преступление. Я, например, считаю, что люди, которые сегодня занимаются продажей сотовой связи и распространением сотовой связи, они, наверное, должны думать не только о себе, они должны думать о людях, о том, что их окружает и какие последствия это все будет иметь в дальнейшем. Хозяева вышек успокаивают жителей. Излучение не превышает допустимого уровня. Однако у независимых экспертов способы проведения этих экспертиз вызывают массу вопросов. Что бы ни говорили эксперты, это недопустимо. Уровень излучения все равно будет зашкаливать. Если они показывают на измерительных приборах что-то не так, то я более чем уверен, что это обман. Можно так настроить прибор или так стать в сторону от диаграммы направленности антенны, что он может показать допустимые нормы. Но здесь я более чем уверен. Я могу провести сам, так сказать, с помощью приборов измерения и доказать, что здесь уровень излучения очень большой. И если эксперты утверждают, что это не так, то пусть они вот такие антенны у себя под окнами на таком расстоянии установят. Кроме того, незаконность этих вышек подтвердил и Роспотребнадзор. По данным ведомства, их установка не соответствует санитарным нормам. Защитная зона должна быть не меньше 25 метров. В данном случае всего 9. Помимо этого, вышку необходимо оградить бетонной стеной. Нас убеждают, что она очень полезна. Но если она кому-то полезна, пусть поставят там, где она полезна. Мы так просим. А у нас убрать ее. И к тому же указывают, что она частное домовладение. Но мы тоже частное домовладение. Поэтому зачем противовесно с местными жителями ставить эту вышку. Общеизвестно, что электромагнитное излучение бьет в первую очередь по нервной системе человека. Страдают нейроны мозга. В результате ухудшается память и нарушается координация движений. Влияет это и на сердечно-сосудистую систему. К большому сожалению, сегодня ставим свои личные цели, свою личную выгоду и свою коммерческую выгоду выше благополучия и здоровья окружающих наших людей. Мы живем в одном городе, в одной республике, на одной территории. И каждый человек имеет право на здоровый образ жизни. Предельно допустимый уровень 10 микроватт на квадратный сантиметр. Но проблема в том, что иногда на столб могут повесить несколько антенн. В этом случае сила излучения возрастает многократно. Письма со всеми претензиями представители ОНФ планируют направить в соответствующие органы с просьбой разобраться. Патемат Ханнапова, Мусас Алгиреев, новости ННТ, Каспийск. Аграрии республики собрали 97 тысяч тонн риса. Это рекордный показатель за последние 32 года. Всего в республике рис был убран с площади более чем с 21 гектара. За последний год в Дагестане было открыто 3 рисоперерабатывающих производства. Они расположены в непосредственной близости от рисовых чеков в Кизлярском районе и способны перерабатывать около 50% производимого в регионе риса сырца. Кроме того, при одном из заводов функционирует семеноводческий центр, где за сутки могут подготовить около 300 тонн продукции. Дагестан возглавил рейтинг регионов с наибольшим поголовьем крупного рогатого скота. Сейчас в регионе поголовье составляет 473 тысячи. Близко к Дагестану подобрался Башкортостан, Татарстан и Калмыкия. В целом по стране количество коров превышает 8 миллионов. За счет этого с начала года объем производства молока вырос на 4%. Священный для мусульман месяц Рабиуляваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение, подходит к концу. На его протяжении мусульмане проводят мавлиды дома и в общественных местах. А в столице республики эту практику применили и во дворах. На одном из таких мероприятий побывал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Это 27-й двор, в котором проводится мавлид, мероприятие в честь пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Именно в этом месяце он родился. На его протяжении каждый вечер для жильцов звучат нашиды и мудрые наставления. На улице холодно. Несмотря на это, жители многоэтажных домов на проспекте имама Шамиля надели теплую одежду и вместе с детьми вышли во двор. А некоторые любопытно смотрели из окон квартир. Я стараюсь, чтобы моим детям, как говорится, показать, чтобы научились и молиться, и все. И рекомендую это каждому родителю, потому что какой имам родители вложит детям в сердце, ребенка такой будет. И дай Аллах, чтобы у наших всех дагестанцев имам души и в сердце не пропало. Праздничный вечер начался с чтения аятов священного Корана, а продолжился исполнением нашидов. Проповедники из отдела просвещения муфтиата говорили о добром отношении к семье, к соседям и родственникам. И все это на примере посланника Всевышнего. Очень нужное предприятие, очень воспитательное предприятие, которое направляет наших людей, наших молодежь на правильные линии жизни. И хочу сказать от всего двора, от людей, от всех, большое спасибо им. Заявки подали жильцы, организовало духовенство республики. Вот уже 11 лет подряд, в течение всего месяца. И в дождь, в снег они рассказывают о пророке и восхваляют его. Руководитель проекта признается, были случаи, когда экстремисты пытались запугать и приостановить это богоугодное дело. Когда в республике была развита формирование банд подполья, в это время были, лично приходили, подходили, чтобы не проводили подобные мероприятия. Но, конечно, ни на один миг это даже не сомневались, провести или нет. Месяц Рабиуль-Аваль в этом году закончится уже завтра вечером. Жильцы многоэтажных домов проводили его достойно. Взрослые дети, мужчины и женщины прославляли любимца Творца. Очень благодарна, очень. Пусть у всех во дворе будут такие мавлиды, такие праздники. В каждом доме будет, я, Аллах, такой праздник. В завершении мероприятия старшим подарили журнал «Ислам», а детишек угостили сладостями. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Впервые в Каспийске в управлении Росгвардии прошел мавлид в честь благословенного месяца Рабиуль-Аваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение. В качестве почетного гостя пригласили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Он рассказал о важности взаимоуважения и братского отношения друг к другу. Духовный лидер также отметил, что работа сотрудников ведомства имеет огромное значение для сохранения стабильности в обществе, ведь дело Росгвардии – защита Родины. Нашиды и мудрые наставления от религиозных деятелей слушали командиры всех подразделений, бойцы ОМОНа и СОБРа. Встреча прошла очень хорошо, на хорошем таком уровне, особенно для молодых бойцов. То, что там было подчеркнуто муфтием республики, это насчет братства. Ту деятельность, которую он проводит сегодня, конечно, это очень нужная для республики, укрепление имана, благотворительная деятельность муфтия во главе с ним, учеба. Но для нас, для Росгвардии, это событие очень значимое, потому что на таком уровне, ну, в отрядах, то там моменты бывали раньше, но чтобы целиком в составе управления, что проводили такое мероприятие, это первый раз. В завершении мероприятия стороны обменялись памятными подарками. Российские спортсмены вновь рискуют пропустить Олимпиаду. Накануне Комитет Всемирного антидопингового агентства ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных стартах сроком на 4 года. Это связано с нарушениями антидопинговых правил. В официальном документе говорится, что на ближайшей Олимпиаде в Токио россиянам можно будет выступить только под нейтральным флагом. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 9 декабря на заседании исполкома в Париже. Кроме того, Россия также на 4 года может лишиться права проведения крупных турниров. В следующем году страна должна принять в Санкт-Петербурге матчи футбольного чемпионата Европы и финал Лиги чемпионов в 2021 году. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном. Об этом в своем инстаграме сообщил менеджер дагестанского миксфайтера Али Абделязиз. Долгожданный поединок пройдет 18 апреля на турнире в Нью-Йорке. Чемпион подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном. Этот парень просил о порке и он ее получит 18 апреля, когда Орел снова приземлится в Бруклине. «Это все для фанатов», – написал Абделязиз, приложив изображение подписанного договора. Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменялся четыре раза по различным причинам. У букмекеров Хабиб открылся явным фаворитом предстоящего поединка. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, смотрите новости, не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова